Добрый день дорогие друзья. Добрый день всем, кто нас видит и слышит. Как нас видно, как нас слышно. Поставьте свои плюсики, чтобы мы получили от вас обратный связь. У нас с вами сегодня очень интересная встреча. Кто мы такие? Я дерматолинировок, кандидат медицинских наук Ольга Подхамутникова. А я кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Подхамутников Владимир. Мы сегодня с вами поговорим о очень интересной теме, которая посвящена нашему сердцу. Сердцу и сердечно-сосудистой системы. Вы сегодня узнаете о некоторых особенностях, которые может быть вам известны, может быть вы услышите первый раз. На все волнующие вопросы мы ответим в конце нашей встречи. Сегодня вы узнаете, почему нашему сердцу нужна помощь, по каким причинам сердце испытывает какие-то проблемы. Все это в нашем прямом эфире. Сердце – сердечно-сосудистая система. Это система, которая обеспечивает жизнь нашему организму. Сердечно-сосудистая система не останавливается ни на миг, она практически та бесперебойная система, которая работает всю нашу жизнь. Сердце – это наш мышечный насос, который работает постоянно, выполняя колоссальную нагрузку. А сосуды, которые идут от сердца и распространяются по всему организму, это своего рода транспорт на магистраль, по которому поступает с кровью все необходимое питание для наших клеток, для нашей жизни. Вы только на них задумайтесь. 7-10 тонн крови перекачивает сердце, как насос. Причем это делает она в спокойном состоянии. А если она начинает работать, какая-то физическая нагрузка, психоэмоциональная нагрузка, стресс, естественно, нагрузка на сердце взрослая. 100 тысяч тонн перекачивает крови этот насос. Задумайтесь, эта сильная работа, она необходима поддерживать и профилактировать работу всей этой системы, ну, чтобы жили наши 72 триллиона клеток без проблем. Вот почему нужно обращать внимание на свое сердце, обращать в том плане, что не только ему помогать, но и оказывать какую-то поддержку, чтобы она качественно продолжала работать и дальше. Известные факторы, которые будут влиять на работу сердца. Вне сомнения, это плохая, вязкая, густая кровь, значит, обезвоживание, несоблюдение водного режима, который действительно будет изменять реологию крови. Курение, которое вызывает нагрузку на сосуды, это тоже неблагоприятный фактор, влияющий на работу сердца. На сегодня очень актуальным стал фактор как лишний вес, как переедание, избыточная масса тела и как фактор неподвижный, малоподвижный образ жизни. Мы сегодня видим это состояние малоподвижного образа жизни практически представлено во всех возрастных группах. Когда человек двигается, у него включается как бы дополнительное второе сердце, то есть мышечный насос, и тем самым облегчается работа главного, основного насоса. Вот почему так важно активное физическое действие. Действие, да. И, конечно, та психоэмоциональная нагрузка, которая сегодня имеет место быть, и наше сердце как эмоциональный орган, естественно, на все это реагирует. Если посмотреть статистику, по всемирной организации здравоохранения, вы знаете, на сегодняшний день остается печальным факт, что лидирует сердечно-сосудистое заболевание как причина смерти по всему миру. И грустно становится, что сегодня сердечно-сосудистая пациология представлена и в детском возрасте. Сегодня дети имеют разные заболевания, которые именно, значит, связаны с сердечно-сосудистой. Поэтому нужно обращать внимание на свое родное, любимое, любящее ваше сердце. И, конечно, чтобы обеспечить правильную работу для сердца, надо воздействовать на эти негативные факторы, о которых мы сказали выше. То есть нужно создать себе адекватный, хороший водный баланс. Нужно следить за питанием, что мы с вами сегодня едим. Думать о том, сколько мы движемся, следить за своим эмоциональным фоном, своей нагрузкой. То есть сбалансировать вот этот процесс возбуждения и торможения, то есть отдыхать и работать согласно своему режиму, человеческому режиму, не перегружать себя к теме отрицательными эмоциями. Учитывая, что сердце выполняет огромную, колоссальную нагрузку, естественно, сердце нужна вся необходимая питание, все нутриенты для того, чтобы поддерживать, выполнять сердцу эту нагрузку. И среди этих нутриентов определяющее важное, пожалуй, значение имеют такие, как калий, магний, которые обеспечивают наше сердце необходимым энергией и необходимым питанием клеток. Таурин, каинзин. Мы говорим о тех нутриентах, в которых нуждается сердечная мышца, нуждается сердечная, сосудистая стенка. Поверьте нам, как врачам, когда случаются сосудистые катастрофы, то действительно врач вынужден компенсировать, восстанавливать утраченную способность работы сердца. Мы же сейчас с вами говорим о тех профилактических мероприятиях, о тех необходимых условиях, которые нужно в постоянном режиме давать нашему сердцу, потому что без калия, без магния, без таурина, без каинзима, то есть вот таких базовых компонентов очень сложно гарантировать качество работы нашей сердечно-сосудистой системы. Естественно возникает вопрос, а где же это все взять? И вот на сегодняшний момент у нас появилась такая замечательная возможность. Вот эти все крайне необходимые нутриенты, необходимые для жизни сердца, представлены вот в таком наборе, который называется кардиопазм. Я бы даже не так сказала, у нас сегодня большой праздник. Праздник, который действительно явился итогом работы нутрициологов, который явился итогом понимания важности, то, что нужно нашему сердцу, нашей сердечно-сосудистой системе. У нас действительно сегодня праздник, потому что мы сегодня представляем вот такой набор под названием кардиопазм, в который входят вот эти необходимые перечисленные компоненты сердечно-сосудистой системы в таком благоприятном синергетическом воздействии. Компоненты, которые для нашего сердца нужны, как калий в виде набора необходимых микроэлементов, каинзима, магия и аминокислоты таурина. Вы знаете, мы долго думали, долго, очень-очень много было проведено анализа различного, чтобы все-таки сделать оптимально удобным, оптимально комфортным, и самое главное, чтобы были взаимодополняющие, синергетически усиливающие друг другу компоненты. Вот, например, если мы возьмем таурин и возьмем каинзим Q10, то это для поддержания энергии нашего сердца. Если мы возьмем энтокан и магний, это два таких важных продукта, которые поддерживают друг друга в плане обеспечения ритмичной работы сердца, в плане обеспечения энергией каждую клетку сердца, и, конечно, в плане нормализации сосудистого тонуса, не только в самой сердечной мышце, но и всех сосудов. А все вместе, если мы их так возьмем и поставим, все вместе, вот так четыре, они друг друга усиливают, они друг другу помогают, и у них действительно комфортный, идеальный синергизм. Если мы посмотрим на наш любимый, мы настолько любим этот продукт под названием пентокан, и его уже знаем не первый год, мы проводили очень интересные исследования по этому уникальному продукту, он действительно остается в пальме первенства по обеспечению нашего организма каином. Сегодня мы говорим о сердечно-сосудистой системе, и мы продолжаем говорить, что это регулятор водно-солевого обмена, это регулятор всех наших мембран всех клеток, и, конечно, клетки сердца, они не отличаются от всех другим. Поэтому вот этот продукт очень-очень важен, он настолько важен для нашего организма, что в постоянно действующем режиме он должен поступать, в том идеальном сочетании поступать в наш организм. Если отдельно говорить о каинзин-Кю-10, это продукт, который действительно обеспечивает энергией все наши клетки, но особенно важно это для клеток сердца, которые выполняют колоссальный, огромный объем работы. Это уже готовый, по сути дела, энергетический продукт, который усваивается нашим организмом на 100%. Я бы сказала, что это от старения. Старость – это потеря энергии. Когда мы старели, мы сияем энергию. Так вот каинзин-Кю-10 – это действительно профилактика старения наших клеток, и сердечных клеток в том числе. Представляете, какую нагрузку они производят? Когда мы говорим о таурине, таурин – это аминокислота. Таурин – это дает возможность поддержания наших клеток всех, и в том числе сердечно-сосудистых, от истощения энергии, которая тоже теряет наше сердце, потому что это очень энергетическая защита наших клеток. И таурин дает здесь дополнительную энергию, которую нам, в общем-то, не хватает в нашей жизни. И магний регулирует мышечный тонус, поддерживает сердечный ритм, регулирует сосудистый тонус, а в комбинации с калием, то есть пентаканом, еще вместе восстанавливает, предупреждает появление различных непредвиденных нарушений ритма. И вот представляете, это все кардиопак. Это удобно, это экономно, и это эффективно, потому что когда вы начинаете обеспечивать своему организму эти главные компоненты, вам действительно становится интересней, вы энергичны, вы веселы, бодры и радостны. Поэтому принимать этот продукт надо, нужно, безопасно, и в то же время это имеет, конечно, безусловно, свой эффект. Поверьте нам, как клиницистам, как ученым, как людям, которые работают уже не первый год с разными проблемами, но вот именно сегодняшний этот набор, о которых мы вам сегодня вот так с радостью и веселью говорим, действительно заслуживает внимания. И, конечно, мы бы очень-очень хотели, чтобы вы приняли с радостью этот новый продукт, чтобы вы были активными пользователями и наслаждались безопасным и очень качественным нашим этим новым, новым паком, новой нашей продукцией. А вот тут задают вопрос, а как долго можно пользоваться этим продуктом? Уже вопросы поступили, да? Да, уже поступили вопросы. Как долго пользоваться? Тут много вопросов. Но, в частности, отвечая на вопрос, как долго, вообще этот набор рассчитан на два месяца. Инструкция, как применять каждый из составляющих этого набора в коробочке есть, поэтому все, кто приобретут эту коробочку, там в инструкции все четко, подробно написано, что и как. И был вот такой вопрос, если человек не прошел всю концепцию здоровья, он частично, может ли он принимать этот продукт? Конечно, может. Конечно, может он принимать этот продукт, потому что мы сегодня говорим о прикладном значении, касающемся непосредственно сердечно-сосудистой системы. Но наш организм состоит из триллионов клеток, и вы понимаете, что всем нашим клеткам нужны эти же микроэлементы, эти же условия, о которых идет речь. Тут еще поступил вопрос, почему карбиопак не включен в кораллмайн. Он не включен по той простой причине, что все, кто является потребителем продукции кораллова клуба, они по определению употребляют воду, обогащенную кораллайном, и на этом фоне используется этот кардиопак. То есть кораллайн, он уже, ну, как бы, по определению принимается. Причем в показании, очень часто вот вижу несколько вопросов, было касающиеся уже свершившихся сосудистых катастроф, таких как инсульт, инфаркт. Мы прекрасно понимаем, что люди для реабилитации и восстановления этих утраченных функций находятся в стационаре, и, естественно, они проходят лечение, соответственно, своему состоянию. Но все эти компоненты не противопоказаны, их можно назначать уже даже в острой стадии, потому что они оказывают свое поддерживающее действие, естественно, будут очень уместны. Более того, они совместимы со всеми фармацевтическими препаратами, которые назначаются лечащим врачом. Здесь у них нет конфликта с этими фармацевтическими препаратами, поэтому можно их применять и принимать без боязни, но вреда не будет. А вопрос, а когда начинать принимать? Я думаю, если вы посчитали, что вашему сердцу нужна помощь, начинайте это делать. Не надо ждать какого-то приказа, слышать. Здесь тоже прозвучал такой вопрос. Программа рассчитана на 60 дней. Можно ли пройти в усиленном режиме за 30 дней? Поймите нас правильно. Вот это не лекарство. Оно вас не спасает от тех проявлений, которые вот на сию секунду вас возникли, потому что там вопрос у мамы гипертония. Можно ли это? Поможет ли это? Поверьте, когда гипертония, когда случился инсульт, инфаркт, это уже поезд сошел с рельс. Он уже сошел с рельс, здесь надо уже его вытаскивать. Поэтому, что значит вопрос в усиленном режиме за 30 дней? Ну, 30 дней прошло, а что дальше уже не узнала? Да. Не нужен калий, не нужен магний, не нужен таурин. Как ответить на этот вопрос? Ответьте сами себе. Здесь надо понять другой принцип, важный принцип, что это не лечение, а это поддерживающее питание вашего сердца, которое выполняет, как мы уже говорили, огромную работу, и его это поддержка нужна постоянно, а не какими-то эпизодическими периодами. День-два, а потом подумаем. Более того, если вы посмотрите, кто-то из вас, мы знаем, очень грамотный, по-разбинутый, пытается найти подобные источники в продуктах питания, сразу хочу сказать, такого количества продуктов вы не съедите. Такого количества полученных активных веществ, которые представлены в этих продуктах, вы не найдете в пище, потому что, да, магний есть в орехах, магний есть в продуктах животного происхождения, но сколько вам нужно съесть, чтобы принять ту дозу, которая есть в этих капсулах, хоть таурина, хоть магний, хоть коэнзима, хоть того же калия. Особенность этого еще набора заключается в том, что здесь в каждой капсуле содержится то необходимое количество вещества, которое нужно нашему сердцу на сутки. То есть, по сути дела, предусмотрена суточная потребность в каждом из этих продуктов. Задают вопрос, с какого возраста можно принимать. У нас официально значится с возраста 18 лет. Все, что до 18 лет, проконсультируйтесь, пожалуйста, с врачом, чтобы у вас не было вопросов. Но я вам хочу сказать, как мать, как человек, который употребляет этот продукт очень давно, действительно, продукт нужен абсолютно всем. Решать вам, употреблять его или не употреблять. Начните любить себя, любить свое сердце и помогать ему, потому что ваше сердце, оно единственное. А вот еще вопросы. Можно ли после родов? Конечно, не просто можно, а нужно, потому что во время родов на сердечно-сосудистую систему была очень колоссальная нагрузка. Да, вот такой вопрос, можно ли употреблять этот продукт людям с кардиостимулятором? Да, конечно, нужно. Кардиостимулятор – это прибор для нормализации ритма сердца, а перечисленные наборы в этом продукте, они как раз способствуют лучшее работе сердечных клеток, и они только улучшат состояние вашего сердца, но никак не отменят работу кардиостимулятора. Безусловно, это можно при эпилепсии, и нужно, потому что во время эпилепсии это очаг, который находится в мозге активный, вы получаете медикаментозные препараты, которые оказывают действие непосредственно на очаг, а для обеспечения кислородом мозг, для улучшения качества сосудов мозга эти продукты все абсолютно показаны. И когда вы задаете вопрос, как повторять, сколько принимать курсы, нужно делать перерывы, нет, это я вам сразу хочу сказать, что привыкание к микроэлементам, которые, макроэлементам, которые значатся в этих продуктах, как калии, магнии, коэнзимии, таурине, у вас не развивается. Нет накопительного эффекта, тот, который, мы как обычно говорим, накопился и сделает перерыв. Это все решать вам самим, поскольку они необходимы, они, наш организм в этом нуждается. И я опять же хочу у вас возвратить ваше внимание к тем показателям нагрузки сердца, которые испытывает оно в ходе своей жизни. Вы представляете, 100 тысяч ударов. 10 тонн крови за сутки. 10 тонн крови. 32 километра энергии. Вот посчитано, что автомобиль должен проехать 32 километра, вот энергии, чтобы... Сколько сердца тратит энергии за сутки? За сутки. Вы представляете, до 32 километра. Поэтому, когда я вот знакомлюсь с подобными физиологическими веками, я, конечно, понимаю, что моему сердцу необходимо питание, необходимо, учитывая, что мы живем в таком экологическом стрессе, мы живем в психоэмоциональных нагрузках, мы действительно... в насыщенном жизненном ритме. Нагрузки очень большие, поэтому определяйтесь, решайте сами, но вот таких острых противопоказаний, каких-то... Опять это не лекарство, поймите нас правильно, это не лекарство, где мы рассчитываем курсовые дозы, когда мы рассчитываем показания и противопоказания. В данном... Это поддержка вашего сердца необходимым внехранатриентам. Ждем еще ваших вопросов, если на Украине, конечно, уже нам сказали, что сегодня начался праздник по всей территории громадной нашей страны, кораллового мира, и продукт сегодня действительно наступил на вот на эту большую-большую арену. И мы с удовольствием ждем в пятницу на беговой 18.30 будет праздник посвященный этому продукту, где мы будем говорить... Более подробно, более детально. Там будет аудитория, мы будем... Другой немножко эмоциональной составляющей. Сейчас мы просто вместе с вами радуемся этому большому празднику. И в очередной раз искренне благодарны создателям, компании, для того, что у нас появился такой уникальнейший набор, который реально помогает жить счастливо и красиво нашему сердцу. Спасибо огромное, спасибо за ваше внимание. Будьте... До новых встреч! Любите друг друга и все, что вас окружает. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...